Эвелин? Подавляющее большинство участников согласилось, что тема есть, проблемы есть, и многие высказывали оценки, которые совпадают с нашим видением объективно формирующегося многополярного меру устройства. Главное, и об этом очень ясно сказал вчера представитель Гаяна, нужно восстанавливать доверие, потому что пока даже никакого диалога не наблюдалось. Но второе важное замечание, которое он сделал, что доверие невозможно восстановить без того, чтобы все, без исключения, выполняли достигаемые договоренности. Этого мы пока не наблюдаем. Многие участники выступали за решительные шаги. Позиция совпадает с нашей позицией. Прежде всего, прекратить военные действия, прекратить операцию, объявить бессрочное прекращение огня, решать кричащие гуманитарные вопросы и, конечно же, прекратить деятельность Израиля по созданию незаконных поселений. И если это будет сделано, когда это будет сделано, мы надеемся, это создаст условия для возобновления переговоров о реализации решений ООН по созданию палестинского государства, которое в мире и безопасности сосуществовало бы с Израилем. Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума. И я предупредил мой швейцарский коллега в январе, что они будут уже вслед за встречами Копенгагенского формата проводить мирный саммит. Но, как вы знаете, саммит не получился. Получилась мирная конференция, в ней действительно участвовали несколько глав государств. Но подавляющее большинство из тех, кто в итоге приехал, были представлены на более низком уровне. В середине месяца назад в швейцарском Бюргенштоке состоялась эта встреча, после которой подавляющее большинство участников высказывали такие сдержанные, если не сказать, негативные оценки с точки зрения ее результатов. Можно потом об этом поговорить. Но сейчас вернусь к второй конференции, о которой вы упомянули. И вслед за Бюргенштоком и Зеленский, и некоторые западные представители стали говорить про эту вторую конференцию. Упоминались не только Швейцарии, но и другие страны, которые могли бы стать площадкой для вот этого второго раунда этой конференции. Но, говоря о том, чем же там они будут заниматься, все, так или иначе, формулировали абсолютно односторонне, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других искренне заинтересованных в мире подход. Вот вы знаете, если говорить о мирных стараниях, почему-то все говорят про этот Бюргеншток, а никто не говорит про инициативы Китая, которых было несколько. И в начале этого года, и позднее Китай выдвигал свои предложения. Недавно Китай вместе с Бразилией оформили тоже несколько элементов инициативы. Я не буду их перечислять, но главное отличие от формулы Зеленского и от того, что делаются вот на этих сходках в рамках Копенгагенского формата. Отличие в том, что, во-первых, Китай, Бразилия, многие другие страны, которые к ним присоединились, выступают за то, чтобы созвать конференцию на основах и на принципах, которые будут приемлемы для всех сторон. Второе, это уже касается содержания диалога, заключается в том, что Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с рассмотрения первопричин нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой договоренностей об устранении этих причин. Никто в рамках Копенгагенских встреч, в рамках Бюргенштока вообще не упоминал первопричин. Нам говорят, вот, Россия обязана уйти на границу 1991 года. Вся проблема заключается в том, что нам лагали постоянно. Если бы в феврале 2014 года то соглашение, которое подписал президент Янукович с оппозицией, было бы выполнено, а оно заключалось в создании правительства национального единства и в подготовке досрочных выборов президента. Если бы оно было выполнено, Украина была бы и сейчас в границах 1991 года. Но это соглашение сорвали, не получилось сохранить Украину в границах 1991 года, потому что Крым провел референдум и волеизъявление ни у кого из объективных наблюдателей не вызвало никаких сомнений, он вернулся в состав России. Если бы соглашение, которое было достигнуто между делегациями России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 года, было подписано, то Украина была бы в границах 1991 года минус Крым и минус 100 часть территории, которая в то время контролировалась российскими войсками. Мы готовы к переговорам, но учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и с украинцами, тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис, мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители. Конечно же, всем понятно, мы с Китайской народной республикой и с другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в контактах с ИСИАН, с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учете интересов, на балансе этих интересов. Эта инициатива предполагает, что система евразийской безопасности будет открыта для всех стран и организаций евразийского континента, в том числе и для тех, кто расположен на западной части Евразии. Европейский бизнес стал переезжать в Соединенные Штаты. Деиндустриализация в Европе грозит. Поэтому это край или не край, бринк или не бринк. И у кого этот бринк не вполне корректно оценивает китайскую экономику, исходя из геополитических интересов. Надо фактами руководствоваться.